МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбирать следовало Левобережный город, так как правый берег Волги находился ближе к наступлению немцев, поэтому оставались пригодными для перемещения столицы только Астрахань, Казань и Куйбышев. Казань не стала запасной столицей, так как была национальным центром, от этой идеи отказались. Астрахань находилась слишком далеко от Москвы. Ну и таким образом Куйбышев, будучи железнодорожным узлом, стал оптимальным вариантом для переноса. Но есть и другая точка зрения. Ее придерживается Владимир Громов, который знает, пожалуй, об истории энергетики в Самарской области все. Он автор нескольких книг. Владимир, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Владимир. С праздником вас. С праздником вас, уважаемые телезрители. С Днем Победы. Владимир, насколько я знаю, вы придерживаетесь той точки зрения, что именно благодаря энергетикам Куйбышев стал запасной столицей. Почему вы так считаете? Я, конечно, очень уважаю все точки зрения, которые есть, но я около 20 лет уже работаю с энергокомпаниями, с Самарэнерго сейчас работаю, с остальными и изучаю историю энергетиков. Я корпоративный историк в некотором смысле. Что такое запасная столица? Запасная столица, конечно, да, должна быть защищена рекой. Конечно, важно, чтобы был хороший транспортный узел, чтобы это было недалеко до Москвы по авиационному сообщению. Но это еще и инфраструктура, прежде всего энергетическая, для того, чтобы сюда можно было вывозить эвакуированные заводы, и для того, чтобы сюда можно было вывозить те самые посольства, тот самый большой театр и так далее. Все они были запитаны на электроэнергию. Для нее невозможно. Всем нужна была электроэнергия. И так получилось, что в Куйбышеве в 1937 году у Царева Кургана планировали строить ГЭС. Ее тогда называли крупнейшей стройкой сталинской эпохи, увозили макет на всемирную выставку в Нью-Йорк и так далее. Была огромная стройка, комсомольцы приезжали. Ну, естественно, небольшой лагерь для заключенных тоже сделали, поскольку все это нужно было строить масштабно. Без электроэнергии строительство ГЭС тоже было невозможно. И поэтому начали расширять Самарскую ГЭС, которая существовала в тот момент, в два с половиной раза ее расширяли. Это тоже была особая стройка. Это в 30-е, да я уточню. В 30-е годы, в 37-м году. Но было уже ясно, что будет война. А 37-й год уже, в общем-то, все начиналось. Все-таки пока было ясно, что мы хотим строить ГЭС. И начали строить для энергоснабжения этой стройки еще и Безымянскую ТЭЦ. А вот спустя пару лет было принято решение о том, что от строительства ГЭС мы пока отказываемся, потому что там доломитовые породы, еще что-то не время. Есть вспоминания о том, как это решение проходило на сам верху. И было принято решение, что давайте строить пока здесь авиационные заводы. И строительство ГЭС было остановлено, а строительство Безымянской ТЭЦ и всего Безымянского промышленного узла, оно было форсировано. Помимо Самара-Лага появился Безымян-Лаг, который был гораздо большим количеством рабочей силы. Были направлены большие трудовые ресурсы. И в итоге к 1941 году, когда стало понятно, что нужно эвакуировать промышленность, у нас уже на Безымянке была построена база для авиационных завозов, корпуса. Да, без крыш пока, как и рассказывали мои бабушки, которые тоже были эвакуированы. Но тем не менее корпуса стояли. Была практически готова Безымянская ТЭЦ. И первый агрегат Безымянской ТЭЦ пустили 18 октября 1941 года. То есть все можно было привозить сюда. Что касается центра... В октябре эшелоны-то основные пошли. Да, да, пошли-пошли. И Безымянская ТЭЦ потом постепенно наращивал свою мощность. Но тем не менее в октябре уже можно было бы подключать первые станки. Их было куда ставить, все было готово. Ну, в достаточной степени было готово. Была рабочая сила, чтобы строить дальше. И была энергетическая мощность. Также с центром города. Самарская ГРАС, которая входит сейчас в состав Т-плюс, ее мощность была увеличена также с 1937 года к 1941. В два с половиной раза. Это, извините, метростроевцы для того, чтобы строить бункер Сталина. Это энергообеспечение всех посольств. Ну, и это, конечно же, в первую очередь электроэнергия для заводов. Потому что советские военные плакаты того времени, энергетические, они прямо говорили, экономи киловатты, ты даешь на фронт гранаты. Потому что, ну, энергоснабжение станков, ну, первоочередная задача. И обратите внимание, что, ну, я как, значит, историк энергетики, существует аэрофотосъемки германских самолетов-разведчиков, которые находятся сейчас, значит, в архивах. Их есть, они есть, где электростанции особенно выделены... То есть как особые стратегические объекты. Правильно. То есть они присматривались. Потому что проще разбомбить безымянскую ТЭЦ, чем заводы вокруг. Вы остановили ТЭЦ, и заводы... То есть заводы уже сами по себе не работают. Все ничего не сделать. При свечках, как говорится, станки не запустишь. А на Самарской ГРЭС перед войной демонтировали трубы. Значит, их делали короче, потому что труба — это такой объект, который видно с воздуха, и для маскировки нужно сделать ее пониже, чтобы летчикам фашистским было посложнее. Ставились, естественно, зенитки на крышах, как бы и там, и там. Особо мощный пропускной режим. В каждый цех только с пропуском, мне ветераны это рассказывали. Но в том числе и снимали трубы. И был даже такой эксцесс, что из короткой трубы Самарской ГРЭС, которая в ТЭПЛЮ сейчас ходит, ветер подул с Волги, и угольная пыль, работая же на угле, она засыпала всю площадь Куйбышева. И перед парадом тем самым наябрьский... То есть в ноябре, который был. Да. И у главного инженера Куйбышев Энерг был крайне неприятный разговор по этому поводу. Я думаю, седые волосы уже на тот момент. Седые волосы у энергетиков были всегда, потому что, значит, неоднократно они попадали на допросы и под репрессию, и что уж там говорить, если были перебои в энергоснабжении. И такие ветеранские истории мне тоже рассказывали. Но работники ГРЭС, они вышли с метлами перед парадом и прибирали там. А почему работники ГРЭС? Потому что это их... Возможно, в том числе работники ГРЭС, Ян. Я не знаю, все истории сейчас мы не поймем. Да, вполне возможно. Но факт то, что успели, да? Парад состоялся, как мы знаем, на хронике угля нет. Мне рассказывал об этом человек, который принимал в этом участие, и я с ним успел пообщаться. Это большое счастье, что мне удалось пообщаться с ветеранами. А сколько ему было лет на тот момент уже, наверное? Я сейчас по памяти не скажу, но понятно, что в основном те, с кем я общался, это были подростки от 13 до 17 лет, которые работали на энергообъектах в тот период. Например, да, всем огромное спасибо, кто поделился со мной историями для этой книги. Всем крепкого здоровья. Я знаю, что многие из них еще, к счастью, живы, слава богу. Да, и Кутикова Лидия Николаевна, и Мелехова Галина, и Нагорнов Петр Степанович. Если вы смотрите, то вам огромное спасибо за ваши истории, которые вы рассказывали о том, как вы реально жили в нашем городе, как вы выживали. И спасибо, что это не были сухие слова. Мы всегда вовремя приходили на работу, мы, значит, неукоснительно соблюдали дисциплину труда. А что это были со словами? Это были разные слова. Вот, ну, проще про историю рассказывать, наверное. Да, да, да. Представьте, девчонка живет в Ленинграде. Ну, он еще не блокадный Ленинград. У нее есть мама, тетя, они работают на электростанции. Интеллигентная семья, недалеко от Невского проспекта. Цепичная ленинградская история. Ленинградцы. Начинается война, запасливые мамы и тети покупают шесть батонов, делают из них, соответственно, запас хлеба. Этого вполне достаточно. Все время они маленький кусочек покупали какой-то ветчины, потому что всегда есть. Тут начинается голод, и все происходит как... Ну, мы как-то, советские дети, уже закалены этими историями, когда начинают рассказывать, что начинается голод, зажигалки, умирают. И я когда слушаю, ну, вначале умер там ребенок у подселенной семьи, там, потом, значит, там жена умерла подселенной семьи, потом, значит, муж умер, потом однажды меня сосед накормил, рассказывает мне эта женщина, значит, кроликом, оказалось, что это его кошка. Вот, ну, как-то вот к этому мы к всему... А потом им везет, и как бы потому что... Ее принимают тоже работать на электростанцию там, в Ленинграде, а там горячий душ. И мужчины и женщины, они стоят в очередь в душ, там не обращая внимания, кто мужчина, кто женщина, потому что в этом поле... То есть есть возможность. Да. И потом, как бы, маме совсем становится плохо, их отправляют. К счастью, бомба не падает, когда их везут по дороге жизни через Ладожское озеро. И вот они едут на поезде уже в Куйбышев, они уже спаслись. Это ленинградцы, это вагон, интеллигентные люди, все очевидно... Энергетики. Да, они едут и знакомятся вот этой мамой с тетей, с дочкой, с семьей, где тоже папа, мама и сын. И их уже, конечно, кормят, это уже, но все равно голодно. И на одной из остановок мама, вот другая из знакомых, она видит, что продает огурцы. Продает огурцы соленые. И ей очень хочется. А это уже, получается, весна 42-го года. То есть они зиму 41-42 пережили весной. Ей очень хочется огурцов. Она выходит на этой станции и говорит, ну, почему у вас огурцы? А война ведь такое дело, кому война, кому мать родна. И видит, что... Менеют новейшие. Да-да-да, ей говорят, деньги-то и не нужны. Женщина, у вас ничего нет. Она говорит, пожалуйста, очень хочется. И говорит, ну, вот ладно, обручальное кольцо. Эх, за огурец, да. За три огурчика, да. А они вот там, кошки, вот этот клей, капуста, умирали. Но ей, очевидно, так хочется. И очевидно, что она снимает это обручальное кольцо, отдает, значит, три огурца, возвращается. Огурцы. С этими золотыми огурцами, вот. И она находится там, вот, в этом вагоне. И интеллигентные люди играться, мне Николай рассказывает. И я так понимаю, что они до сих пор все это помнят. Она говорит, ну, что-то я купил огурцы, что-то мне не хочется. Сыночек, может, ты съешь? Что-то я взяла. Сын говорит, да нет, мам, ну, зачем мне, как бы, нет. Там, мужа, там, может, ты? Он говорит, да нет, я, там, у меня сегодня, там, кипяток давали. Там, что-то там. Я сыт. Я сыт. Вы, может, вы будете? Она говорит, да нет, мы тоже, как бы, нормально. Понимая, что обручальное кольцо и три огурца, и вот после вот этого ада они едут. Они все это видели? Ну, они все понимали. Она говорит, ну, хорошо, тогда я поем. И она начинает есть эти огурцы, и в процессе у нее появляются красные пятна, потом черные пятна, и она понимает, что она умирает в этот момент. Организм отреагировал таким жестоким образом. И она успевает только сказать вот этой женщине, чтобы она за ее сыном, и они бегут по поезду за санитарами, и санитары приходят, она уже умерла, и поезд идет в Кубышев, они открывают дверь, значит, сбрасывают ее просто по дороге и едут дальше. И я, когда общаюсь с Лидией Николаевной, она мне рассказывает, и спустя там 75 лет после того, как все это было, и у меня вот здесь вот все перехватывает, и я понимаю, что, и я и говорю там, ну, с некоторыми ветеранами говоришь, там, что у вас самое памятное, она говорит, там, медаль, медаль за, что у вас, мы приехали, у нас ничего не было, нам подарили сковородку, чтобы мы могли, вот там, грессовские, там, бараки поместили рядом, грессу, там, нам подарили сковородку, я ее до сих пор храню. Или Мелехова, да, которые там, девчонки в 13 лет, их класс просто забрали в Воронеже, чтобы они помогали убирать хлеб, и их вот отправили в колхоз, немцы подошли к Воронежу, их в следующий колхоз, немцы в Воронеж там наполовину, их в следующий колхоз, да, их вот посадили 13-летних девчонок и отправили в Кубышев. И она в следующий раз родители увидела в 46-м году, то есть 41-й, 46-й год. И в 46-м году у нее появилась... Тут еще нашлись, слава богу. Да, появилась первая неформенная юбка, потому что их сюда привезли, им там какие-то старые шинельки, какие-то там девчонкам 42-го размера ботинки, куда они газеты набивали, у них варежек не было, когда они там расчищали пути, чтобы уголь разобрать. И, понимаете, там другая логика, то есть вот она говорит, мы когда шли в столовую ГРЭС, вот девчонки вот их привезли, они вот работали на электростанции. Нас мастер все время заставлял петь. А зачем? А зачем? Зачем? Да, зачем? Да мы спрашиваем, зачем, а для нее очевидно, она говорит, так шарфа-то ни у кого нет. Так. Это чтобы горло не заболело? Горло, чтобы согреться. Вот он ведет этих там 30 девчонок, у которых нет ни мамы, ни папы, у которых там старые шины на три размера больше, вместо каких-то там валенок, у нее там брезентовые эти самые туфли, которые с газетой набиты, у них нет шарфа. Ему что делать, чтобы они не заболели? Он говорит, пойте девки. Они идут, поют, броня, кремката. Или там Гриднева, наша, кубышская, не эвакуирована, но тоже жили голодно. Когда мы голодно, мы, говорит, с подружкой шли, она тоже после ремеслухи, значит, пошла работать на эту самую, на станцию. Мы шли и продавали пайку хлеба на рынке, говорю, так, я что-то вот еще раз. Если голодно, а ты хлеб продаешь. Да. В чем, в чем? Она говорит, ну, Володь, ну, можно же было купить жмых, а его на двоих вполне мы набивали себе желудок. То есть просто, чтобы объем пищи был продающий. Да, да. Создать иллюзию сытости. Да, да. Ну, разные истории, потому что вот, там, например, Петр Степанович, он, у него здесь были папа и мама, мальчишка постарше был. Он работал покрепче на Грессе, он со сварщиками. Он тоже про голод вспоминает, но у него немножко другая история. Он вспоминает, и как они на танцы ходили с метростроевками, которые строили бункер Сталина. Никто не знал, что это бункер Сталина, но метростроевки были, и они на танцы попадали, и он мне Фокстрот Линда показывал, как можно... Фокстрот оттанцевали? То есть уже джаз был? Линда, Линда, Фокстрот Линда. Находили на... Бандитизм тоже был рассказывал, пленные немцы, все было. Но в том числе он говорил, что он переслушал всех вот тех самых певиц и певцов, о которых здесь говорили, потому что единственное место, где можно было купить булочку с колбасой, это была филармония. А он мог себе позволить иногда пойти и взять булочку с колбасой, бутылку ситро, сесть там на балконе и смотреть. Потому что, ну, как бы у него было... И совместить приятные, как говорится, вкусные. И у них такие многогранные истории. Я, глупый достаточно человек, со своими бабушками мало общался на эту тему, а здесь уже стал повзрослее общался. И они, понимаете, они все такие вот, ну, как кристалл с разных граней. Вот там, ну, Владимир Степанович Свистунов, у него отца репрессировали вот в 41-м году в начале войны. Все с концами. По политической статье, наверное. Отец неправильно пошутил, ну, неправильно сказал при соседях, что нашим колхозам будет крайне сложно, значит, обеспечить страну продовольствием. Кто-то из соседей по коммуналке, да, и, соответственно... Но он успел сыну, больше он отца никогда не видел. Но это не помешало сыну проситься добровольцу на фронт. А советская профессия достаточно быстро поняла, что гораздо выгоднее иметь квалифицированного работника вот у турбины и у котла, чем отправить его с винтовкой, когда он стрелять особо не умеет, и быстро погибнуть. И там бронь на энергетиков, она распространилась довольно хорошо. Этот человек все равно, то есть у него папа там где-то сгинул, он-то понимает. У него есть бронь, но он все равно хочет идти на фронт. Он идет, ему говорят, так, иди отсюда, он идет еще раз, бронь его есть в книжке. Ему говорят, иди работай. Иди, работай дальше. Он пробивается третий раз, когда военком был на больничном. И он втихаря, значит, как бы на фронт уходит. Уходит на фронт, но ему не везет. Он доезжает до летного училища, в летном училище там же все заполнено, их отправляет в другую училищу, пока он приезжает в следующий, туда приходит письмо. Так, Свистунова, давайте обратно. Обратно, нам нужно служить в кадры. Обратно, обратно, понимаете? И вот это, когда с ними говоришь, и вот... Это космос, какой-то другой космос. Это космос, и он... Это другой мир, другая жизнь, другая... Абсолютно. То есть я-то заводской с авиационного, то есть мне тоже там свои бабушки там рассказывали, в том числе там про зэков, кто с ними как взаимодействовал. У одной там, вот у вас в фильме только что было про недостроенные корпуса, где крыш не было, и вот у бабы Тася, у моей родной бабушки, у нее сапоги так своровали. Она у авиационного станка заснула, ну, там, дочка дома, значит, мама моя в круглосуточном садике, а бабушка, соответственно, на станке эти ЕЛ-2. Она заснула и со стропил, опустили этот самый крючок, и у нее сапоги своровали. И говорит, что Тася, Тася, она говорит, а сапоги уже там туда уплывают. Это одна. А баб Зоя, до сих пор жива баб Зоя в Москве, значит, слава богу, вот, она с ними могла найти общий язык. И когда у нее своровали пайку, ну, те же самые зэки, а там же только 10% было политические, а остальные там были нормальные уголовники. Так, у нас была сегодня другая, кстати, версия, что только политические. У нас была информация, что уголовников не было. Нет, коллеги, есть классическая книжка моего преподавателя Александра Ивановича Лепенецкого, его ученика Захарченко. Кстати, он будет у нас сегодня в гостях, мы у него еще раз уточним. Там вот по их данным порядка 10% безменлаги это были политические, остальные были уголовники. 90% уголовники. Ну, там, я могу ошибаться, 11-12. Ну, это уже не суть, да, соотношение силы, понятно. Не суть, не суть, вот. И у нее своровали вот у бабы Зои, значит, пайку хлеба, она говорит там, ну, пацаны, ну вы что? Они говорят, Зои, мы не знали, что это твоя, там, ша, никто никуда не идет, ей принесли. И она потом, вот сколько я помню, много раз вспоминала это и веселилась, потому что принесли ей не ее пайку. То есть она говорит, моя-то надкусанная, надкусанная была. Мне принесли целую, это целый мир. Вот эта безымянка, на которую мы все попали там из Воронежа и которая бурлила, она очень интересная, она как факторная. Для кого-то смерть... Плавильный котел на самом деле. Да, да. Всесоюзный. Вот Андрей Олих, он написал там, детектив про изымянку, там страшно, жутко, зэки. Да, это правда. Но с другой стороны, Роза Яцкович, она в книжку не попала, я потом случайно с ее внуком увиделся воспоминания, прочитал. Драмкружок на безымянской ТЭЦ. Значит, Свистунова Валентина вспоминает, как они тоже там, молодые комсомолки, война войной. Но они отправлялись в центр города в драмтеатр, соответственно, потом уже ничего не ходило, они ночью, сколько там, напрямую, там, 15 километров они шли. На безымянскую ТЭЦ, чтобы потом, значит, работать. Потому что, ну это все равно жизнь. У молодости. Но это все равно молодость, жизнь, у всех горе, всем хотелось бы скорейшей победы, но реальность кристальная у всех, она была по-разному. Это был такой город, это был великий город, который сыграл свою великую роль и не зря стал запасной столицей Советского Союза. Спасибо энергетикам за то, что они дали ему энергию. Подведу я так про своих коллег. — Владимир, я знаю, что у вас есть стих про памятник Л-2 от Зои Громовой. — Это моя мама, да. — Мама, да. — Вы можете нам прочесть? — Я могу, да. То есть, ну, извините, я вначале должен сказать, что все-таки, что всех вспоминают, и я своих должен вспомнить. И папа, и мама мои родились в Воронеже, и семьями переехали с авиационного завода. Бабушка на крыше вагона держалась, значит, за трубу. Это папина, она не работала на заводе, поэтому она, значит, таким ходом привезла. А вот по маминой линии все официально. И трое дедушка погибло на войне, а, значит, родной дед Семен Павленко погиб, значит, без вести пропал. Двоюрный дед Алексеев Владимир Иванович сбили его 26 июня и 41 года. И мы спустя там 73 года нашли родственников его детей. То есть, вот у меня там спустя три года назад у меня появились троюрные братья, значит, в Москве. Мы их нашли вот и там собирались там в кафе, делали видеосвязь с Семенегромовым, Алексеевым, Гадемских. Да что, спустя там 70, сколько лет. Вот. И, соответственно, все мои работали на авиационном. И мама моя написала... Как раз посвятила, да. Да, написала стих, да. Посвященный всем. Да, у нас есть очень много времени. Посвященный Ил-2, да. Я все-таки его прочитаю, потому что я думаю, что Ил-2 — это история, которая важна всем кубышцам, самарцам. Все-таки Кубышец из седьмого микрорайона, все-таки еще советский такой. С проспекта Кирова к Московскому шоссе на кольцевой развязке-повороте застыл Ил-2 на взлетной полосе. На самом краешке, как будто бы на взлете. Не видно у орудия стрелка и у штурвала нет его пилота. Ребята, из какого полка вернулись ли живыми из полета? Не миновал вас вражеский прицел? Вы падали в болотную трясину? Но, может, кто из вас остался цел и долетал с победой до Берлина? Я знаю, как бы волновал вас миг, когда ваш Ил из топи извлекали, и позже в мирных стенах заводских на память для потомков возрождали. Самара, современная, смотри. Вот он, один из кубышевских Илов с завода с номером ПЯ-143. Из ней войны и отружеников тыла. Он памятник, но зримо, словно жив, и ждет команды своего пилота. Он помнит бомб метания, виражи, огни прожекторов, посадки, взлеты. Напоминает, как в сороковых девчонки-летчицы и юные ребята сгорали на машинах боевых, но верность родине хранили свято. Летающие танки, штурмовик Ил-2. А с виду малый самолетик, защитник, победивший фронтовик, как символ мужества, стоит на повороте. Прекрасно. Спасибо большое, Владимир. Спасибо, что пришли. С праздником вас. С Днем Победы. С Днем Победы.